Помню, в одном из наших лагерей была девушка, чьи родители недавно развелись, и она говорила о самоубийстве. Некоторые вожаты говорили, что это не важно, потому что этим она просто пытается привлечь к себе внимание. Так ли это? Как узнать, использует ли подросток угрозу самоубийства, чтобы манипулировать нами? Или он всерьез думает о том, чтобы причинить себе вред? В этом видео мы рассмотрим, почему ребята грозят покончить с собой, и что мы можем сделать, чтобы помочь им пережить это трудное время? Меня зовут Джон Герриг. Это видео является частью Сирии, посвященной эмоциональному благополучию. В описании к этому видео есть ссылка на конспекты к нему, а также к другим видео из этой Сирии. После автомобильных аварий и инфекции нижних дыхательных путей, самоубийство является третьей из основных причин смерти подростков от 10 до 15 лет. По статистике, на каждого подростка, совершившего самоубийство, приходится от 50 до 100 подростков, питающихся покончить с собой. Попытки самоубийства редко бывают импульсивными. Страдающие просят о помощи и эмоциональной поддержке, но не получают ее. Суицидальные симптомы являются лишь сигналами и могут не означать, что подросток находится на грани самоубийства. Однако, к каждому признаку следует относиться серьезно. Если они останутся незамеченными, подросток может пробегнуть к радикальным мирам. Вот некоторые привожные признаки, которые могут предшествовать самоубийству. Разговор о самоубийстве. Редко кто совершает самоубийство, предварительно не сказав об этом. В качестве примера можно привести такие высказывания. «Мне лучше умереть». «Я ненавижу свою жизнь». «Вам будет лучше, если мне не будет рядом». «Лучше бы я умер». Или даже просто «Я собираюсь покончить с собой». Это может быть выражено и невербально в письмах, рисунках, текстах, сообщениях, социальных сетях. По оценкам экспертов, около 8-10% людей, которые покончили с собой, говорили об этом с другими. Еще один симптом – история проблем. Самоубийство – это процесс, и оно редко совершается необдуманно. Может, даже была история попыток самоубийства. Снижение успеваемости в школе. Оценки снижаются. Подросток больше не хочет стараться. Недавние травмирующие события. Физическая болезнь. Разрыв романтических отношений или развод родителей могут усилить уже имеющиеся суицидальные мысли. Проблемы с общением. Самоубийство может стать невнятным криком о помощи для подростков, которые трудно выражать свои чувства. Безнадежность и депрессия. Подросток чувствует, что жизнь не стоит того, чтобы жить. И воспринимает свое будущее как то, что он не может контролировать. Человек может замкнуться в себе и проводить долгие часы в одиночестве, в тишине или слушая музыку. Внезапные изменения характера. Суицидальные подростки могут неожиданно становиться всплывчивыми, легко плакать или расстраиваться по пустякам. Снижение интереса к занятиям, которые раньше нравились. Изменения в привычках питания или сна. Подростки начинают спать или ест гораздо больше или меньше, чем обычно. Попытки отдать ценные вещи или привести дела в порядок. Это может включать в подготовку завещания или обсуждение долгосрочных планов в отношении своего имущества или домашних животных. Например, если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты забрал мою кошку. Поведение, которое является безрассудным. Сюда можно отнести стремление получить доступ к оружию, таблеткам и так далее. Употропление алкоголя или наркотиков. Плохая гигиена также может быть признаком внутреннего беспорядка. Озабоченность смертью. Подросток может окружать себя смертью. Плакаты, футболки, музыка и так далее. Внезапное улучшение настроения без очевидного объяснения может быть не очень хорошим признаком. У человека, принявшего решение покончить с жизнью, часто наблюдается улучшение настроения. Он чувствует, что у него наконец-то появился выход из сложной ситуации. Но что заставляет человека рассматривать самоубийство как единственный способ решения своих проблем? Ласперед в своей книге «Подросток и его проблемы» перечисляет несколько конкретных мотивов, которые часто толкают подростков на этот шаг. Причина номер один – убежать. Это, пожалуй, самая распространенная причина, которую мы приписываем самоубийству. И зачастую она вполне обоснована. Подростки рассматривают смерть как единственный способ избежать боли. Особому риску подвергаются те, которые используют сон, чтобы избежать проблем, символически приравнивая смерть к продолжительному сну. Причина номер два – быть наказанным. Из-за своих греков и недостатков они считают, что смерть – это то, чего они заслуживают. Причина номер три – наказать других. Иногда самоубийство направлено на того, кто останется в живых. Им будет плохо, когда меня не станет. Это заставит их страдать. Обычно враждебность направлена на человека, который, по мнению подростка, найдет его труп. Причина номер четыре – манипулировать другими. Хотя подростки используют угрозы самоубийства, чтобы контролировать родителей, друзей, служителей или других людей, к ним следует относиться серьезно. Причина номер пять – привлечь внимание. Люди начинают обращать внимание на совершивших попытку самоубийства подростков, хотя ранее их игнорировали. Видя, сколько это вызывает беспокойства, ребята задумываются об этом. Причина номер шесть – воссоединиться с умершим любимым человеком. Самоубийство может быть трагическим способом сказать «я люблю тебя». Мысль о том, что придется жить друг без друга, настолько сильна, что оба партнера, как Ромео и Жюлиетта, совершают самоубийства. Или девушка может поклясться, покончить с собой, если это сделает ее парень. Причина номер семь – не быть абузой. Подросток думает, что если бы его не было живых, то всем было бы лучше. Подростки, думающие о самоубийстве, часто этим предпринимают последние попытки получить помощь в решении проблем, которые кажутся им невыносимыми. Что мы можем сделать, чтобы помочь им? Вот, несколько советов. Дайте возможность поговорить о своих чувствах. Подростки, склонны к суисиду, обычно переполнены чувством вины, безнадежности, отверженности. Споры об обоснованности этих чувств только усугубляют ситуацию. Проблемные подростки нуждаются в понимании, а не спорок. Не игнорируйте и не преуменьшайте проблему. В основе эффективной помощи в проблеме самоубийства должно лежать сообщение «Ты мне не безразличен, я отношусь к тебе серьезно». Конкретизируете угрозу, прямой разговор о самоубийстве не посеет в них эту идею. Наоборот, он поможет подросткам выразить все пугающие мысли, которые могут присутствовать, и часто можно уменьшить желание действовать в соответствии с ними. Спросите, как часто у них возникают мысли о самоубийстве. Знают ли они, как и где будут совершать его? Чем конкретнее план, тем выше риск. При обсуждении плана лучше всего использовать прошедшее время. Как ты думал об этом лучше, чем как ты думаешь? Это говорит о том, что вы и подросток переходите от суисида к позитивным альтернативам. Большинство подростков склонны к самоубийству считают, что никому нет ни до них дела. И когда вы задаете конкретные вопросы, они понимают, что кому-то не все равно. Изучите личную историю. Были ли случай отказа родителей от ребят? Разлад в семье или сильные семейные конфликты? Совершал ли кто-нибудь из членов семьи самоубийства? Пытался ли подросток покончить с собой раньше? Четверо из пяти подростков, которые покончили с собой, пытались сделать это более одного раза. Заключите письменный договор. Вы можете попросить подростка подписать соглашение о том, что он свяжется с вами, если он уже решился на самоубийство. Это даст ему понять, что его жизнь важна для вас. В договоре должно быть подчеркнуто, что он точно поговорит с вами, а не просто попытается дозвониться. И помните, что большинство подростков, планирующих попытки самоубийства, отчаянно хотят, чтобы их остановили. Обратите внимание на повышенную активность. Подростки с тяжелой депрессией не способны выполнять повседневные задачи, не говоря уже о самоубийстве. Однако, по мере того, как депрессия проходит, возрастает способность действовать в соответствии с ранее составленными планами самоубийства. Уберите опасные предметы и лекарства. Хотя ребята могут протестовать против этих мер, они являются ощутимым доказательством того, что вы хотите, чтобы они жили. Обратитесь за помощью. Сообщите о том, что вам известно родителям подростка, пастору и так далее. Такой момент не время для конфиденциальности. Позаботьтесь о себе. К таким мирам относятся беседы с друзьями, физические упражнения, отдых и молитвы. Когда вы работаете с подростками, склонными к суициду, вы не работаете в одиночку. Бог с вами. К сожалению, иногда мы не сможем удержать подростков, испытывающих трудности от самоубийства. Не берите на себя непропорциональную большую ответственность. И не взваливайте на себя чувство вины за то, что не сделали достаточно. Итак, симптомы суицида включают в себя разговоры о самоубийстве, историю семейных и лишних проблем, неудачи в школе, недавние травмирующие события, проблемы с общением, чувство безнадежности и депрессии, внезапные необъяснимые изменения в характере, привычка к питанию и сна, дарение ценных вещей, безрассудное поведение и озабоченность смертью. Мы можем помочь ребятам, которые думают о самоубийстве, дать им возможность рассказать о своих чувствах, отнестись к ним серьезно, конкретно рассказать об угрозе, вникнуть в их личную историю, заключить письменный договор о том, что они свяжутся с вами, прежде чем предпримут попытку самоубийства, обратить внимание на повышенную активность, убрать опасные предметы и лекарства, обратиться за помощью и позаботиться о себе, когда вы оказываете помощь в таких ситуациях. Спасибо за просмотр этого видео и за заботу о подростках. Если это видео было полезным, пожалуйста, нажмите большой палец вверх и не забудьте заглянуть на сайт ИПС, где вы найдете множество материалов для вашей подростковой группы. Пусть Бог благословит вас, когда вы будете служить Ему, помогая сохранить жизнь вашим подросткам. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!